Всем привет! Сегодня будем делать теплые полы своими руками. И в этом видео я расскажу вам о том, как можно сделать систему теплого пола своими руками. Все модульное, все собирается достаточно быстро, легко и просто. Для этого сначала нужны перчатки для защиты рук. Сразу будем устанавливать в коллекторный шкаф. Коллекторный шкаф не обязательный, но он не такой дорогой, где-то полторы-две тысячи. С ним установка намного интересней, проще. И выглядит потом все очень эстетично, красиво. Крепежные рейки выставляем на нужную нам длину. У нас будет коллектор. Коллектор на 5 выходов. Единственное, что у нас подача, снизу, а обратка сверху. У нас есть смесительный модуль. Это Alain Tignal G. Внизу подача, а обратка почему-то наверху. С этим насосным модулем такого нет, но зря. То есть, заочеркнуто. Правильно делать, чтобы подача была сверху. И, кстати, это самый правильный вариант. Что для этого нужно. Снимаем крепежи. А теперь просто меняем их местами. Система теплого пола обычно берутся коллектора с расходомерами. Вот они здесь указаны. Это такие колбочки прозрачные с красной крышкой. Служат для того, чтобы, если много контуров и видно, не получается сделать их приблизительно одинаковыми, один контур 45, другой 50, какой-то 20, 3, 37. Необходимо видеть, куда пойдет теплоноситель. И как раз расходомер прекрасно с этим делом справляется. Но если у нас всего 5 выходов, и, в принципе, я так просчитал, что у нас будут одинаковые контуры теплого пола, приобрести на все будет по 45-50 метров, то у этого просто нет необходимости. Во-первых, она дороже. Во-вторых, все-таки я стал замечать, что после двух лет все немножко забивается. Если нет хорошей водоподготовки, конечно. Так, все. После того, как мы поменяли местами, нужно теперь будет закрепить. Получается, на больших коллекторах есть еще дополнительные ушки, куда мы будем цеплять. Здесь его, к сожалению, нет. Значит, мы выкручиваем то, что имеется. Гаечки здесь идут ключиком на 10. Освобождаем. Перед тем, как крепить их на посадочные места, мы берем наш модуль подмеса и выкручиваем гаечки. Так называемые американки. Американка – это вообще разъемное соединение. Вкручиваем наш коллектор. Когда идет уже туго, я использую такой вот газовичок из автомобильного надбора John's Way. Чем интересно собирать эти коллектора? они все уже идут с уплотнительными резинками. Получается, как конструктор. Это отсюда, да? Вкручиваешь на обратку, вкручиваешь на подачу, затягиваешь до упора. Нет смысла перетягивать. После этого устанавливаем основную часть. Одни шайбочки остаются внутри. Пока не затягиваем до конца. Вставляем модуль. Все очень удобно разъезжается, собирается, удлиняется. Все как нам нужно. Тут у нас получается подача пошла обратно. Для этого используем паечные специальные американки с накидной гайкой. Их можно сразу накрутить, чтобы знать, где они не потерять. Резинка. Всегда лучше это проверять сразу. А не тогда, когда все подключим, запустим, и что-то потечет. Так, есть. Теперь нам нужно установить насос. И все, в порядок. Теперь сюда смотрим на то, как нам нужно установить насос. Тут есть подсказка. Маленькая стрелочка, которая показывает направление теплоносителя. И всегда можно убедиться, Гленов, в инструкцию. Вот эта стрелочка. Вот наша. Устанавливаем. И порядок. Не забываем резиночку. Если ключа маленького уже не хватает, берем побольше. Получается, выставили на двоечку. Этого больше, чем достаточно для циркуляции. И остается теперь коллектор открытый с правой стороны. Для этого берем тройничок, тоже с резинкой. И закручиваем его туда. Все, порядок. Наверх идет у нас воздухоотводчик. Здесь уже есть один. Но он не будет лишним. В теплый пол поступает много воздуха. Его нужно стравливать. Вниз у нас идет такой замечательный кранчик. Иногда бывает, что мы не можем его закрутить. Нам мешает эта замечательная ручка. Ничего страшного. Просто снимаем ее временно. И пока закручиваем без нее. Понял, что отличие у них только в том, что у одного есть еще дополнительная гаечка, которая закручивает и притягивает его. Понятно. В другом они идентичны. Но раз мы здесь закрутили так, то и здесь закрутим так же. А после того, когда краники на своих местах, можно вернуть на них рычажки. Чтобы удобно было подключать, можно немножко сдвинуться. Есть контакт до всего. Все, теперь можно затягивать сами гаечки. Найс! Теперь все коллекторы ровненькие. Тут порядок. Остается только установить потом сюда термоголовку. Вот сюда вот оно вставляется датчик. Сюда она прикручивается. Прикручивается она вместо вот этого регулятора. Можно оставить его, но тогда придется как бы все делать вручную каждый раз. А это будет уже более-менее автоматический вариант. Очень прикольно. установим сразу, наверное. Чтобы засунуть сюда датчик, вот в это отверстие необходимо ослабить фиксатор. Вот оно. надо его немножко выкрутить. Есть! Все, засунули и зафиксировали, чтобы он не выпадал. Не нужно сильно, чтобы не травмировать его. не выпадает, значит, порядок. Закручиваем так же, как было. Здесь есть небольшой зазорчик. Он показывает, где деление было. Прокручиваем его на пятерку и тем самым получаем максимальную отдачу тепла. Чтобы установить термоголовку, ее нужно, получается, полностью открыть. Когда гаечка ослабляется, мы с легкостью ее затягиваем. Теперь можно регулировать с легкостью температуру от 20 и даже до 60 градусов. Колпачок мы оставляем на всякий случай. Все закручиваем. И наш коллекторный шкаф готов. Проверка только заходит ли крышечка. Идеально. Вуаля! А теперь понесли его, я покажу, как его надо устанавливать. Мне все же не нравится, что пульт управления насосом находится возле стенки. Что мы для этого будем делать? Шестигранником выкручиваем вот эти вот маленькие болтики. Некоторых насосов, таких даже, как вилла, их всего два. Есть четыре. Что говорит о их качестве. Немножко придерживаем. Последний полтик. Так, и теперь перекручиваем вот так, как нам надо. А надо нам ровно вот так. Все, порядок. Устану свое место. Резинки на месте. Наживляем. Порядок. Возвращаем на место. Проверка. Нормалек. Еще плитка. Десять. То есть, как определить, сколько нам нужно оставить, чтобы в бетон заходил на литр посерединку вот этой части. То есть, сейчас у нас пять, значит, мы должны поднять еще на пять. Откручиваем для этого вот здесь маленькие булочки. Как еще можно делать? Еще проще. Если вам некому держаться, придерживаясь. Опустить шкаф и выдвинуть на пять сантиметров. Затягиваем. Затягиваем не так сильно, чтобы можно было ее регулировать. что я вижу, что здесь как раз нужно опускать. Порядок. Уровень. Порядок. Первый готов. Затягиваем. Затягиваем. Продолжение следует...